Друзья, всем привет, рады приветствовать вас на канале На Пару. Сейчас идут тяжелые времена и пришло время настоящей вкусной еды. У нас на столе Big Lunch и Big Bon. Я до сих пор не понимаю, разные ли это бренды, но как минимум вкусы очень сильно отличаются. И упаковка, мне нравится здесь упаковка. Они уже выглядят более презентабельно и более дорогие. Все-таки не вот эти вот бичевские по 50 рублей, сколько они там. Но мне кажется, им придется сильно постараться, чтобы приплюнуть куриный роллтон и, конечно же, говяжий дошик. Вы же, друзья, напишите, какая ваша любимая лапша быстрого приготовления, либо пюрешечка с котлеткой. Возьмите что-нибудь вкусненькое, влепите лайкусенько. Алина наконец-то поправилась, можете, ну как, типа, поправилась. Ну, не вес набрала. Но сейчас мы будем это исправлять и приятного просмотра. Сейчас будет долгий процесс варки, но для вас пройдет буквально несколько секунд. У нас лапша с говядиной, лапша с тушеной курицей и луком. И давай сразу до кучи заварим картофельное пюре с кусочками куриного филе. И хочу прям посмотреть на картинку ожидания, реальность, будут ли здесь котлеты вот так или нет. А это лапша с кусочками куриного пиле. Пиле, 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 анкара пиле. Вот, да. Варим? Я голодный, я сегодня даже не обедал. Наконец-то приготовили нам обед, нормально. И давайте, чтобы вас не путать, мы будем в одну сторону оставлять то, что мы не советуем, в другую то, что советуем. Никаких оценок. Упрощаемся. У нас заварилась первая партия лапшишки. Я, кстати, Алине не говорил, что нам не хватит воды. Нам не хватило на картошку. Я вам сразу скажу, что когда я высыпал вот это куриное филе, оно пахло как ивен корм. И это не комплимент. Ну, тогда с него и начинать. С самого лучшего, я думаю. Начинать? Я посмотрю. У них еще была ужасная упаковка, плохо снималась крышка. Да, вот именно в квадратных пачках она прямо рыбалась. То есть в круглых с этим проблем нет, она немножко с фольгой как будто внизу, а здесь она прямо бумага. Вот кусок мяса, кстати, реально как будто похоже на мясо. Пахнет, кстати, вкусно. Попробуй что. Я пробовала собачий корм, уже хуже не будет. Не, вкусно. Это как будто консервированное, вот как мы пробовали в сухпайках. Нормально. Даже есть волокна мяса, это же не какая-то химия. Ничего себе. Но самое важное это макарошки. Я люблю, которые пожестче. Я тебя подниму. Ты мешаешь, только. Либо я очень голодный, либо вкусно. Они не размокли. Я такое люблю, именно поэтому, кстати, я сливаю жидкость. Но я знаю, что многие любят ее потом допить. Они прям такие немножко жесткие. Я бы сказал, знаешь, когда надо пожевать. И вот такое люблю. Но здесь не очень много соуса зелени. Да, я бы добавил остринки, какой-нибудь карри может быть. Пустовато. Курица здесь вот, все. Это вся курица и то, что мы съели по кусочкам. Ну, то, что было на картинке, вы помните, да? Ожидание, реальность. Причем Иви даже почувствовала запах этой своей еды. И подумала, что мы ей сейчас будем давать. Ну, неплохо. Но пресловата. Я бы посоветовал такое. Это нормально. Да. Это не ужасно. Это не мерзко. Можно туда приправ для супа куриного. Лапша с говядиной в острым соус. Острым. И даже когда сливала воду, чувствовала эту остринку. Пахнет каким-то васаби почему-то. Да, попробуем. Если честно, мне вот такой форм-фактор в 10 раз больше нравится. Прям вообще без сомнений. Можно потом чашку использовать. Угу. Остро? Блин, очень вкусно. Но я бы сказал, что, наверное, он по остроте далеко не говяжий дошек. Но при этом жопа гореть не будет. Так я перемешаю, чтобы сгорело. Там даже нету никаких пародий на кусочки мяса. Возможно, оно и лучше. Меньше шанса травиться, правильно? А сами спагетти такие же хорошие, но немножко более непресные. Ммм, остринка есть. Приятная остринка. Местами прям знатная такая. Я не знаю, по поводу говяжьего тушка с окуной острым не очень помню. Но это такое приличное. Нет, говяжье намного острее. И я думаю, это хорошо. Нос раскладывает потихоньку. Значит, хороший знак. Так что вот эти два пока что уходят в то, что мы можем посоветовать. Да, определенно. И остался третий. Лапша Биг Ланча с курицей и луком. Мне интересно, лук это типа приправы или там лук есть? Да не, не, зеленый лук. Вообще в этих двух последних Биг Ланчах был такой жидкий соус. Как будто он, не знаю, добавляет качество что-ли какого-то. Но вот это бы я сказал, что пресно. Потому что мы остросили. После острого, наверное, ошибку совершили. Нет, нет. Вот я готов поспорить, что если я попробую вот это, оно не будет таким пресным. Здесь как будто вообще нет приправ. Сейчас, ну-ка. По внешнему виду здесь есть приправы, морковка, виднеется, зелень. Вот даже первый не острый, он намного не плеснее того. Согласна. И здесь какие-то другие макароны. Ну, это вообще не имеет никакого значения, учитывая, что это просто тесто, по сути. Потому что, ну, нифига вкуса нет. Даже морковка на зубах не как морковка. Да. Морковка? Вот, смотрите, морковка. Это не морковка, это кусочек морковки. Морковка это вот. Вообще никакой, я с тобой полностью согласна. Это плохо. Да. Убираем. А почему плохое у меня, а хорошее у тебя? Жизнь такая. В общем, давай варить дальше. Вместе с картошкой зальем воки, скорее всего. И потом у нас будет последняя партия. Мне очень хочется попробовать воки. Вообще, если честно, я бы заснял продолжение, где взял какие-то неизвестные бренды, типа тайские. Кстати, даже в Перекрестке уже много таких появилось. Поэтому напишите в комментах китайскую лапшу, что может быть круче. Наберем все, что вам хочется увидеть и попробуем в одном большом ролике. Только сидя, пожалуйста. Я уже устал стоять. Повар, заливай. Предлагаю немножко отвлечься от макарон, попробовать картошку. Когда-то мне очень роллтоновская картошка нравилась, но потом что-то разонравилось. Но когда ее готовишь, выглядит, честно, не очень. Потому что порошок, сверху кусочки мяса, как будто это... Ну, это крахмал. Да, как будто это собачье или кошачье что-то. Ну, если честно, даже когда бабушка готовила, я всегда любил, чтобы оно было менее жидкое. Вот пожестче, да? Вот это прям жидкая картошка, да? Ну, все удобно. Курица неплохая. Нет, вообще неплохо, если честно. Вот если бы я был где-то в универе, у меня там ограниченный бюджет, очень неплохая картошка. Реально. Ну, порта офигеть. Если честно, она даже на внешний вид не очень отличается от какой-нибудь крошки картошки. И что там выглядит не супер, не как у бабушки, но на вкус нормас. Нет, слушайте, очень хорошие консервы, мясо прям вкусное и картошка достойная. Это определенно вкусное. Ну, когда я готовилась, честно, думала, что даже собака бы не съест. А в итоге мне нравится. Вот ты и доешь. Рекомендуем. Определенно. Вау-вока. Причем я уже забыл, какой это острая говядина, а второй у нас, наверное, не острая говядина, да? Ми-ми-ми-ми-ми-ми-горен. В индонезийском соусе. Интересно. Ну, они отличаются. Покажу сразу две. Ой, как мне не нравится, как он пахнет. Разная лапша. Здесь более толстая. А здесь как будто есть соус, а здесь он белый. Ну, это такой соус индонезийский. У меня китайский и острый. А ну, как он пахнет. Ну, да, он пахнет не очень. Ну, давай пробовать с твоего начнем. Доставай. Уже, это же макарошки другие. Они выглядят профессионально, как будто уже в заведении. Но оно и стоит подороже. Размазня какая-то и макароны. Они выглядят лучше, но на вкус они гораздо хуже. Соус ни туда, ни сюда. Я бы сказал, что это плохо. Ну, типа лучше два ролта на затащить. На внешний вид супер. Здесь есть кунжут, он добавляет как будто стоимости. Но по поводу кунжута здесь... Кунжут стоит 3 копейки. Ничего не чувствуется вообще абсолютно. И морковка. Ну, мяса никакого нет. Оно должно есть вообще быть? Алло, мясо? Нет, конечно, плохо. Если честно, и второе такое же. Да? Надо было им назвать это вок. А начиналось как красиво. Я, кстати, как-то недавно ел вкусный вок. Вот там все выреглихов было. Просто на шару купил. Ну, вот это, конечно, прям жутко. Может, мы забыли чего-то добавить? Вкуса. Ну, этот... А, вот. Все, там внутри черненькое. Вот оно, наверное. Смотри, нашла вкус. Он в центре был. Но тут получше выглядел. Эти какие-то очень пресные. Кажется, что вообще ничего нет. Они как будто заболели. Ммм, вот соус здесь, бери. Сейчас я найду соус. Ну, почему же мешали? Почему так плохо? Вот это вот здесь. Ну, похоже, наверное, как с креветками соус дается. Но вкуснее не очень стало. Если честно, блевота. Ну, вот прям, ну, нафига оно. Ну, это плохо. Здесь еще и макароны блевотные. Они очень тоненькие, маленькие. Дай-ка заем картошечку. И вообще какие-то безвкусные. То есть, предыдущие, китайские, было намного вкуснее, чем вот этот. Если честно, я очень сильно рассчитывал на эти воки. Потому что выглядели они красиво. У них даже упаковка классная. То, что там есть место, чтобы сливать воду. Правда, мы не развалить, каким пользоваться. И помнишь, какая упаковка черная, аспетичная. Сразу плюс 100 к стоимости. Но осталась еще картошка от Биг Бона. Я в этот раз рассчитала, мне на 3-4 хватило, а не на 3. А потом самые дешевые. Попробуем бич-наборы. Но, если честно, опять же, я бы такое не советовал. Вы будете пачкать минимум 2 тарелки, чтобы сделать эту лапшу. Ну, одну, чтобы, типа, насыпать, а вторую, чтобы прогреть сверху. Лучше уж потратить на 10 рублей больше. Здесь, когда я высыпала, мясные консервы были реально, как я Иви давала. Но они большие. То есть, куски. Сейчас я их найду. Вот. Прям кусок мяса огромный. Слушай, ядрененько. Ну, в хорошем смысле этого слова. О, на фоне всех здесь реально чувствуется вкус. Причем, в каждой точке надо перемешивать. Дай-ка я мясо попробую. Это прям... Мне кажется, это лучше за сегодня. Это прям очень вкусно. Здесь яркий, выраженный вкус специй. Здесь нормальное, большое мясо. Порция тоже хорошая. Ну, теперь вот это кажется говном. Пресным, да? Да. Ну, не пресным, нет. Вкус все равно играется. Но вот это красивый вкус. Прям такой, знаете, на губах тающий. Ну, мясо, если честно, это меня немножко смущает. Оно такое, ну, на любителей это сказала. Правильно. ГМО не прошли, наверное. Это, как всегда, то, на что вы возлагаете меньше всего надежд, оказывается самым вкусным. И реальная картошка, думаю, победитель. Мы еще, как раз, не пробовали это. Ну, очень вкусно. Ну, теперь Алина заварит самые бич-наборы. Вы же, друзья, еще раз поставьте лук. Напишите в комментах, что вы хотите из бич-наборов, чтобы мы попробовали помимо Роллтона, Биг Бона и Дошика. Может, у вас есть любимые тайские какие-то компании, потому что сейчас их на рынке просто полно. Или бренд просто у них вышла линейка полностью. Ой, я бы не рисковал. Это по 1014 рублей. Все ради контента, поэтому, да, в общем, заливай. А ты на картошку доедай, давай, за маму. Не-не-не, я ставлю место для вот этих. Ну, что, у нас последний подход. Я не знаю, кажется, вкусным или нет, но это максимально неудобная упаковка. Я чуть не обошла себе руку, пока все это донесла. Реально лучше переплатить за вот такую коробочку. Да, если честно, тарелка даже раскаленная. Да, все раскаленное вокруг. У меня говядина плюс соус томатный с базиликом. Это пока самые необычные роуты, что я пробовала. Реально базилик и томатная паста. Такого никогда не пробовала. Ну, вот этот куриный теряется на фоне даже роутона куриного, если честно. Не хватает специй. Если честно, видно, что они их зажали. Их мало прям. Там же еще соус сальса есть, ты что, его не чувствуешь? Ну, попробуй томатный, возможно, тебе понравится. Это песок подошву вкусу такой. Песок подошвы. То есть ты облизывал подошву где-то. Уже интересно. Ну, здесь, конечно, же нет намека ни на мясо никакого вообще. Ого. Базилик как будто суперного в кальяне. Ммм. Такая прям освежающая. Но мне не нравится. Но зато забавно. Но вкус интересный. Здесь макароны отличаются от того, какие они в роутоне, не в дошике. Они здесь более плотные, как будто более качественные. Но по вкусу и вот само все вообще никакущие. Я бы сказал, что оба плохо. Здесь вкус ярко выраженный, томатный. Но он очень странно сочетается с макаронами. А здесь просто вкуса нет. Поэтому он тоже странно сочетается с макаронами. В итоге получается, на наше удивление, сегодня картошка зарешала. Да. И их классические бигланчи были оба неплохие. Это бигланчи? Да. А все воки и вот эти бич-пакеты совсем дешевые оказались, ну, прям, никакими. Их бы мы вам не советовали. Поэтому кушайте вкусно. И думаю, в этом вам поможем. Напишите в комментариях, что вы хотите видеть в следующем ролике. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. На пару веселей. Пока. Я тебе отдаю картошку по наследству. Да мне не вкусно. У тебя возьмешь вкусную картошку? Да. Это и есть любовь. Это называется сцена после титров. Свисает с бороды. Хватит ей давать. Сцена после титров.